Добрый вечер, это программа тема дня о том, что актуально, что волнует вас, наших зрителей, мы говорим в этой студии. В России по статистике курит примерно 60% мужчин и 22% женщин. Изменит ли эти цифры новый антитабачный закон, принятый Государственной Думой накануне? Станет ли меньше пассивных курильщиков и как повлияет эта мера на здоровье нации в целом? Об этом сегодня мы поговорим с заместителем главного врача областного наркологического диспансера Верой Дроздовой. Вера Антоновна, здравствуйте. Итак, Госдума приняла новый антитабачный закон. 51% граждан России считают, что он не сможет способствовать снижению числа курильщиков. Какого мнения продерживаетесь вы на этот счет? Ну, во-первых, существует мировой опыт вообще уже принятия таких мер в других странах. И, безусловно, там уже есть определенные результаты. Поэтому мы, специалисты, которые в этой области работают, мы просто уверены в том, что этот закон изменит, безусловно, ситуацию. Но ситуация изменится ни сегодня, ни завтра. На это, конечно, нужно время, безусловно. И более такие законы, они все-таки рассчитаны на последующие поколения, которые уже вырастают в другой нормативно-правовой базе, в другом законодательстве, по-другому относятся к этим вопросам. Поэтому, наверное, больше говорить нужно не о том, что мы придем быстро к сокращению количества табакокурильщиков, потому что все-таки этот закон направлен на будущее. И только со временем мы, конечно, получим такие, ну, как бы видимые результаты всего этого. Хотя я так думаю, что вот такие ограничительные меры и на первых порах будет уже часть людей, которая будет над собой работать, будет предпринимать какие-то шаги, чтобы отказаться, потому что это достаточно серьезные ограничительные меры. Я думаю, что помимо того, что будут введены эти ограничительные меры, будет проводиться и массивная такая профилактическая работа в этих вопросах. То есть это будет, безусловно, и разъясняться меры, какие можно принимать медицинского характера, куда могут люди обращаться за медицинской помощью. Ну и, конечно, это первичная профилактика, направленная на молодежь и несовершеннолетние. А я так понимаю, масштабы бедствия уже вот настолько серьезны, что есть такая необходимость принимать закон. Вот я озвучила цифры по России, нашла 60% мужчин, 22% женщин, что, как мне кажется, вообще удручающе выглядит. А по Омской области есть какие-то данные, сколько у нас курит население? Примерно так же. Две трети мужчин и примерно около одной трети женщин курят у нас на территории Омской области. Мы проводим периодические анкетирования, но последние 5-7 лет вот эти цифры, они становятся более тревожными в плане того, что растет доля несовершеннолетних, начинающих курить табак. Мы проводим в школе анкетирование периодически раз-два года обычно по табаку и видим, что доля курильщиков, обучающихся в школе, из года в год растет. Это очень тревожно, потому что чем раньше человек начинает курить, тем у него, во-первых, быстрее формируется зависимость. И, конечно, вот те заболевания, которые сопровождают... Почему мы боремся с табакокурением? Потому что табакокурение влечет за собой массу серьезных соматических проблем. На первом месте стоят, конечно, заболевания сердечно-сосудистой системы. И вообще у нас в стране наибольшие показатели заболеваемости и смертности связаны. На первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, на втором месте стоят онкологические заболевания. И там, и в одном, и в другом случае, значительным фактором риска является табакокурение. Вы сказали, что учитывался мировой опыт. Какие положительные примеры, может быть, вы знаете, какие факты, данные вам известны о том, насколько табачное законодательство помогло в какой-то степени решить эту проблему? Одной из первых стран в мире была Америка, которая начала принимать такие законопроекты, ограничивающие табакокурение в общественных местах и так далее. Этот закон в Америке был принят порядка, наверное, 25-30 лет назад. И сейчас мы видим, что публикации американцев говорят о том, что они вырастили поколение, по сути дела, молодых людей, которые практически не курят. То есть результаты есть. Безусловно, они тоже говорили о том, что это не значит, что люди-табакокурильщики мигом бросили все курить. Нет, безусловно. Но здесь рекомендуется, чтобы были отведены определенные места, чтобы там была хорошая вентиляция в тех местах для этих людей. То есть это не просто запретительные меры, это те меры, которые действительно позволят ограничить, во-первых, окружение табачного дыма, потому что пассивное курение тоже влияет на развитие тех заболеваний, о которых мы говорили. Поэтому я думаю, что это все. Это, наверное, вызывает беспокойство даже не то, что принят этот закон, а как он будет реализован. Будут ли действительно оборудованы места специальные для того, чтобы люди курили. Поскольку, опять же, многие курильщики говорят о том, что сейчас все это приведет только к тому, что нелегальная продажа табачных изделий, поскольку потом их же тоже уберут с прилавков. Вот здесь какие-то опасения у вас есть? Или вы все-таки надеетесь, что государство к реализации этого вопроса подойдет максимально? Есть большие надежды, что все-таки здесь будет действительно все гуманно отнесено и к табакокурильщикам, естественно, гуманное будет отношение. И требования, вернее, руководство различных предприятий, учреждений все-таки подготовиться к реализации правильному, реализации этого закона. Сигаретные пачки собираются тоже менять их вид. То есть помимо того, что будет на них надпись о том, что алкоголь вас, ой, что сигареты убивают ваше здоровье, пачки будут украшать картинками различных заболеваний, рекламу табака запретят во всех средствах массовой информации, в том числе интернет. Вообще подействует ли эта мера, и как, на ваш взгляд, можно эффективно воздействовать на сознание курильщика? Ну, то, что касается курильщиков, я еще раз хочу сказать, это достаточно сложная проблема, чтобы человека в одночасье привести к тому, что он должен отказаться от курения табака. Это сложная проблема. Хотя на сегодняшний день существуют вот открытые и в городе Омске несколько центров здоровья по всей стране их открыли. И одной из функций, которая приписана этим центром здоровья, у них есть специальное оборудование установленное, которое определяет у табака-курильщика, каков уровень поражения легочной системы, насколько у них легкие уже страдают от этого курения табака, еще там проверяют ряд параметров, чтобы человеку сказать, что есть ли у него проблемы. Потому что для того, чтобы человек прекратил употребление табака, должны быть какие-то мотивации. Вот просто так нет. И мы, сталкиваясь, работая с обращающимися людьми, с данной проблемой, видим, что, конечно, возникает тогда мотивация, когда есть какая-то проблема. Пока проблемы этой нет, человеку очень сложно вот так вот принять такие решения. Мотивное курение, насколько оно опасно? Ведь, я так понимаю, в обсуждении этого закона многие как раз говорят о том, что, например, с июня 2013 года запрет на курение в общественных местах, больницах, школах, барах, ресторанах, в поездах, на лестничных клетках, пляжах и детских площадках. То есть плюс к тому, что сигареты исчезнут с прилавков и просто будет список с ассортиментом и ценами. То есть закон, как вы считаете, он больше все-таки направлен на защиту людей, которые страдают от пагубных привычек других? Или вот можно говорить даже о том, что он в некоторой степени ущемляет права тех, кто страдает давно этой зависимостью? Ну, наверное, все-таки на ущемление прав тех, кто находится рядом с этими людьми. Потому что все-таки человек, который принял решение и употребляет табак, он несет сам ответственность со свое здоровье за принятие такого решения. Это как бы на его, что называется, совести. А люди, которые находятся в окружении, они, конечно, получают все эти проблемы абсолютно неосознанно. То есть благодаря вот этим проблемам, которые рядом с ними живут. Ну вот какие исследования известны? Известно, что если женщина живет в семье мужчины, который употребляет табак, то ее пассивное курение, вернее, пассивное курение, приравнивается к курению пяти сигарет ежедневно. Вот она вроде бы не курит, а как будто бы получает такой, значит, вредное такое воздействие для своего организма, как будто она бы курит пять сигарет. Более того, установлены факты, что женщины, которые проживают в семье табакокурильщиков, страдают в шесть раз чаще, у них встречается рак легкого, чем у людей, которые живут в семье, где мужья не курят. Важна здесь совокупность и позиция государства, что принимаются. И, соответственно, должны быть какие-то моменты обследования людей, то, что мы говорили, чтобы выявлялись уже вот эти факторы риска, как они влияют, какие последствия имеют на здоровье. То есть, безусловно, нужна широкомасштабная работа в средствах массовой информации. Я вот просто вам хочу сказать, что раньше во многих вообще фильмах, передачах, особенно когда речь шла о положительных героях, элементы табакокурения были исключены. И даже если нам показывали зарубежные фильмы, и там были положительные герои, то очень часто моменты, когда этот герой курит, вообще вырезались. Ну, сейчас, согласно этому закону, тоже, я так понимаю, предлагают сцены, в которых будут присутствовать герои, которые употребляют сигареты, они будут сопровождаться какими-то бегущими строчками, или в любом случае рекламой о негативном влиянии сигарет на здоровье. То есть это тоже плюс, по вашему мнению? Конечно, я считаю, что все в совокупности, это, безусловно, играет роль. Ну и нужны, конечно, вот я уже говорила, у несовершеннолетних эти профилактические программы, первичные профилактики, когда ребенок с детства должен осознанно понимать, что очень серьезные последствия все это имеет. То есть я так понимаю, что этот закон, наверное, не стоит воспринимать как запретительную какую-то меру, да? Это то, что направлено на здоровье будущих поколений в первую очередь. Конечно, безусловно, в первую очередь, да. Ну и все-таки ваш прогноз, что это плюс и будет иметь какой-то результат? Если все, что прописано в законе, будет реализовано, то я почти с уверенностью могу сказать, что через 10 лет количество табакокурильщиков в России значительно сократится, особенно если речь будет идти о молодых. Спасибо, Вера Антоновна. Зрителям я напомню, что гостем нашей программы сегодня была заместитель главного врача областного наркологического диспансера Вера Дроздова. Говорили мы сегодня о здоровье. Не болейте. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова